Я всегда готова. Настя Гуликова, которая всегда готова. И мы поздравляем тебя, Настя, ты стала победительницей финала Кубка России. Вот можешь прокомментировать этот старт, насколько тебе легко или тяжело было здесь выступать? Спасибо большое за поздравление. Публика принимала очень тепло, очень поддерживали. Не скажу, что было совсем тяжело, был какой-то прям напор, легкость уже в произвольной программе. И после турнира, после Таллина еще, как бы, я приехала. И мне не показалось, что было совсем тяжело, было даже очень хорошо. Вы не стали включать тройной аксель здесь в программах, хотя ты исполняла его хорошо, стабильно здесь на тренировках. Можешь объяснить, почему? Мы за месяц до Таллина готовились, я каталась с тройным акселем обе программы, уже накатала, и, как бы, Алексей Николаевич не стала рисковать. И мы пришли к решению выступить чисто, без помарок. И здесь, на тренировках, я его делала. Но просто в программу не стали делать, вставлять, чтобы на следующий... Да, я настаивала, я очень хотела его делать, но Алексей Николаевич не разрешил. Сказала, воздержимся пока. Да. У тебя две медали, можешь объяснить, почему? Одна медаль моя, а вторая медаль – это тренеру-победителя, но Алексей Николаевич подарил ее моей маме, потому что она заслужила с ее нервами, с ее поддержкой, и совсем спасибо ей большое. Ну, конечно, родители играют важную роль в жизни не только спортсменов, но и вообще детей, потому что помогают им реализовать себя, раскрыть. Да. Как ты в целом можешь, что ты можешь сказать о сезоне, об этом? Как вам получился? Сезон получился для меня очень насыщенный по стартам. Были недочеты на некоторых соревнованиях, и знаем из-за чего. Но уже устранили это все, и начали работать вполне. На следующий сезон уже готовимся, начинаем ставить программы, делать наброски. В принципе, сезон получился очень хороший. Можешь раскрыть, если ставите программы, делаете наброски, то, значит, с кем-то это делаете, да? Может быть, будет кто-то новый постановщик у тебя, или ты не хочешь об этом говорить? Я пока точно не знаю, но Алексей Николаевич уже сказал, что уже нашел. Постановщика. Да. Пока это тайны. Больше стартов у тебя, как я понимаю, не будет? Вот над этим вопросом я пока не знаю, потому что Алексей Николаевич сказал, сегодня давай-ка проедем еще один какой-нибудь старт. Ну, пока решаем, какой может быть, потому что там у нас платничком идет и шоу, и сборы, и у меня еще ЕГЭ в этом году. Я сдаю досрочно, Алексей Николаевич сказал, потому что дальше сборы, и мне их нельзя пропускать. Я буду сдавать досрочно уже в марте. Да, в марте ты сдаешь экзамены, а в начале марта шоу Лиза Туктамышевой. Можешь немножко рассказать, какие-то программы вы будете специальные готовить, катать или что-то свое? Я ничего не готовлю, это у нас еще ребята готовят, а я, наверное, буду катать просто показательные. Мне пока еще не сказали. Пока об этом не думали, потому что задача была выступить здесь, и пока это все было на втором плане. А тебе интересно вообще выступать в шоу? Да, очень интересно. Почему? Публика поддерживает, ты более раскрепощенный. Даже не знаю, очень хорошая атмосфера, все друг друга знают, на тренировках перед, на репетициях, все это очень весело. А есть какие-то моменты, которые вот эти шоу, ну я часто за этот вопрос, просто это интересно, что дают вот эти шоу, потому что там же очень разного уровня спортсмены. И дают более уверенность еще, то есть ты на публике тоже, ты тоже выступаешь. Главное, что судей нет, но все равно есть некоторые иногда переживания даже, то есть это тоже в плюс идет. На ЕГЭ сдавать будешь какие-то специальные предметы? Русский, математика и биология. Я поступаю в Лесгофта. И уже, получается, ты сдаешь экзамены ЕГЭ и уже поступаешь сразу же? Поступление, оно, по-моему, в июне, там экзамены тоже нужно сдавать поступительные. Там мы успеваем в июне. Со временем мечтаешь быть тренером? Да. Что тебя привлекает в этой профессии? Не знаю, я очень люблю работать с детьми. Ну, это замечательно. Я всегда с детства хотела стать тренером. Настя, у вас очень насыщенный всегда проходит период подготовки к следующему сезону. Есть какие-то уже планы по поводу сборов? Ну, Тарту, да, вы ездите? Да, есть у нас два Тарту, Куршавель, в апреле будет Италия, со сборной Италии сбор, и пока еще под вопросом Америка. Ну, то есть много таких сборов, где можно готовиться с разными спортсменами, получать такой опыт. Да. Ну, замечательно. Знаете, ну, мы поздравляем, если будет у тебя какой-то еще турнир, то желаем тебе успеха. Спасибо. И с новыми силами вперед. Спасибо всем за поддержку. Спасибо. Спасибо.